Временная затища в трампунте. В обед здесь всегда спокойно. Аврал обычно утром и вечером, когда горожане спешат на работу и домой. Шёл, подскользнулся, упал. В итоге гипс. У большинства пострадавших истории одинаковые. 70% обратившихся получили травмы на скользких улицах. После снегопада количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью, увеличилось в разы. И достигает где-то 70-80 человек в сутки. Обычно поступают люди у нас с переломом верхней конечности, это перелом лучевой кости, перелом шейки плечевой кости и перелом нижней конечности. Не каждое падение может закончиться травмой. Специалисты советуют, если скользко, не прятать руки в карманы. Если уж падение неизбежно, необходимо сгруппироваться и приземлиться правильно. А есть и более практичные вещи, которые помогут избежать падения. Так называемые ледоходы пользуются особой популярностью у тех, кто знаком с устройством. Цена небольшая, польза огромная, шипованная подошва не даст упасть. Ни одна зима не обходится без гололеда. Очень часто процент людей, которых страдают в это время, увеличивается. Либо растяжение, либо разрывы связок, либо переломы какие-то. И люди, зная, что это может произойти, пытаются эти травмы свои немножко предотвратить. Зиму 2014-2015 годов синоптики признают самой снежной за последние 10 лет. И уже выпавший снег далеко не последний в этом сезоне. Уссурийцам и коммунальным службам города стоит запастись терпением.